Ребята, всем привет! У нас чистый четверг. Настя будет готовить Пасху. Решилась! Решились! Наконец-то мы всё-таки приняли решение. И будем их готовить первый раз в жизни. Первый, ребята. Поэтому будем надеяться, что всё получится. Да? Главное – спокойствие. Да, спокойствие. Главное – всё спокойно делать, без негатива. Что нам понадобится? Сейчас я ещё принесу, я их сюда не добавила. Мы растопили масло сливочное. Тут у нас 250 грамм. Оно должно быть не горячим, запомните. Оно должно вот. Оно так должно выглядеть? Да, да. Кстати, по телефону что-то яркость не такую, видишь, передаёт, как тут, да? Ой. Короче, масло растопили, 250 грамм у нас. Дальше. Дальше. Мука – 900 грамм. А что не килограмм? 100 грамм мы оставляем, потом я покажу. Всякий случай, да? Да, 100 грамм. Окей. Муку просеяли. Да, просеяли, я уже просеяла её хорошенько. Желательно просеять. Так, сахар. Сахар я вам буду показывать, сколько нужно ложечек. Добавлять всё постепенно. Сахар нам будет понадобиться. Яички тоже, я вам скажу, сколько… Яйца. Ну, яйца. Сколько штучек нам нужно. И молоко. Так, знаю. И, конечно же, нам потребуется яйца. Я дальше вам буду показывать, сколько нужно штучек. Следите. Надо муку тут протереть уже, Настя. Да, мне мука, это дальнейшем я всё сделаю. Дальше. Что нам потребуется? Также нам потребуется молоко. Ребята, запомните, молоко ни в коем случае не нужно подогревать на плите до горячего такого состояния, чтобы оно закипало и вообще было горячее. Нужно, чтобы молоко было чуть-чуть, ну, такое тёпленькое, еле-еле тёпленькое. Потому что, когда мы будем дрожжи и молоко соединять с тестом, то тесто не взойдёт в себя никак, оно не будет подниматься, понимаете? Нельзя горячее молоко ни в коем случае поднять, чтобы только комнатной температурой было молоко. Молоко с чем соединять? С дрожжами. А, я думаю, с дрожжами. Тесто просто не взойдёт и ничего не получится. Запомните, это самый главный момент, чтобы молоко не было в коем случае горячее. Ещё нам потребуется, я сейчас сюда добавлю лимон, одна штучка лимона и изюм. А так, в принципе, всё вы видите перед собой. Сейчас будем постепенно вам показывать, что за чем, с чего мы начнём и будем продолжать. Ну, вообще, это все ингредиенты, я правильно понимаю? Да. Вот так вот. Изюм и лимон сейчас только ещё добавить. Сейчас будем приступать. Настя забыла показать, конечно же, ванильный сахар. Итак, ребята, вот. Мы уже были. Итак, ребята, 14 грамм дрожжей. Добавляем в такую ёмкость. Сейчас всё высыпем. Наблюдайте хорошенько. Это сколько пакетиков получилось? Это два пакетика. Других дрожжей. Дальше. Дальше. Добавляем неполную ложечку. Вот сахара вы видите сами. Одну. Только одну. Дальше. Добавляем муку. Да. Три или сколько? Так, мы добавим три. По рецепту мы делаем. Поэтому два. Вот третья ложечка. Ну, чтоб не с горкой, ребятки. Так ты с горкой выводишь. Ну, не ось он. И так, теперь вот наше молочко, комнатной температуры. Также берём ложечкой, ничего страшного, можно той же ложечкой дам. Пять столовых ложек. Раз. Три. Четыре. Пять. Всё, вы видите, вот это всё. Теперь мы потихоньку смешиваем вот так. Смешиваем. Так, ребятки, добавляем чуть-чуть молочка. Ещё чуть-чуть, потому что, чтобы оно не было густым. Так, сейчас всё хорошенько смешаем. И опять-таки обязательно, чтобы молоко было не горячим, а еле-еле тёплым. Иначе дрожжи не начнут работать. Да. Не, она соберёт, наливает молоко, я ещё не успеваю снимать. Ещё чуть-чуть молочка добавили. Да, потому что очень густое, а оно не должно быть такое. Сейчас ещё помешаем. Мне вообще кажется, что тут мало муки. Мука в дальнейшем не нужна, это проверка, как она взойдёт, понимаешь? Проверка сайта. Да. Сейчас я погреблю, хорошо. Вот так, может, сейчас всё смешаем. Так, ребята, теперь нужно накрыть... Пищевой плёнкой? Да, пищевой плёнкой. У нас её нет, но мы используем такую вот чистенькую тряпочку. Аккуратно. Да, сейчас всё это завернём. И надо в комнату... В тёплое место. Там, где нет сквозняка, понимаете? На пять минут, ребята. Да, всё, мы идём ставить. Настя решила всё-таки использовать такой вот пакет. И по-прежнему оставляем на пять минут. Да, в тепле. Так, ребятки, вот оно, наше тесто. Уже немножко поднялось. Ну, даже не немножко. Да, треночка тёплая, так что всё хорошо. Ого, запах. Ммм, да? Да, запах с детства, когда мама готовила Пасхи. Пасхи. Если вы такое увидите, вот должно быть. Очень классный запах. Давайте все. Всё. Да, всё, даже. Так, а теперь мы добавляем малого слоу. Сношу всё молоком. Потому что у нас было в чёше. Да, и теперь ложечкой размешиваем. Не венчиком, ничем, просто ложечкой вот так. Вот размешиваем хорошенько. Так, когда я размешаю, мы включим всё. Так, Настя уже перемешала. С молочком. Теперь... Сейчас и сахар. Сахар, и сахар. Сахар, и сахар. 200 грамм нам надо. Да. У нас нет. Висок, поэтому... По кружке можете увидеть чуть больше средины. Я сюда сейчас пересыплю, чтобы было ясней. Так, ребята, отделяем желток от двух яиц. Белок нам пригодится для украшения пасок. Остальные яйца целые добавляем. А сколько ты не сказала? Три яйца полных, а два яйца мы отделяем. Вот белок для украшения и желточка тут два. К сожалению, у нас нет миксера, поэтому... Затянется, наверное, чуть дольше, потому что... Я вам покажу, у какого состояния нужно снимать. И ванильный сахар. Ложки. Итак, ванильный сахар две чайные ложки добавляем. Раз. Короче, это просто целый пакетик. И сюда сразу же обычный сахар. 200 грамм. Добавляем. И теперь взбиваем. К сожалению, да, миксера нет, поэтому... Будем сейчас хорошенько. Миксером это минуты две-три, а так нет. Стоит минуты десять будет. Итак, ребята, нашу смесь вот мы уже взбили. И теперь добавляем к этой массе. Все, ложечку возьму, наверное. Хотя, может, так. Все нужно, потому что... А секрет этой пасхи вы сейчас увидите, что еще будет добавляться. И так, ребятки, я немножко ошиблась. Масло нужно добавлять 100 грамм. Вот, вы можете увидеть, сколько в чашке находится масло. И добавляем также сюда масло. И теперь это также хорошенько все смешиваем. И так, ребятки, постепенно будем добавлять муку. Не всю сразу, а вот третью часть мы насыпали. Все, отставили. Теперь берем, смешиваем это все. Венчиком. Можно ложкой, можно венчиком. Чтоб комочки разошлись быстрее, можно и венчиком. Дальше. Вторая часть пошла. И так, ребята, вот все, мы уже хорошенько размешали. Муку добавили. 900 грамм нас тут. И дальше мы накрываем пищевой пленкой. Это все сверху. И оставляем в теплом помещении, чтобы никто не бегал, не тревожил это тесто. На час или полтора. Лучше, конечно, использовать пищевую пленку. Но, к сожалению, мы ее забыли купить. Поэтому мы используем обычный такой вот пакетик. Но я думаю, что клингам при этом не страшно. Сейчас ставим в теплое место на час или полтора. А, будем следить. В тишине. Накрываем и ставим. А внутри пасочек у нас будет изюм. У нас 150 грамм. Но можно 200 грамм, если вы не будете добавлять цукаты. Я на свое смотрение думаю, что я добавлю 150 грамм цукатов. Цукатов? Ой, цукатов. Изюма. Извиняюсь. Дальше. Воду мы подогрели. Она не должна быть слишком кипяченой, а должна быть просто горячей. И изюм заливаем полностью этой водой. И оставляем. Можно даже пальчиком или лучше ложечкой помешать. И оставить, чтобы он настоялся. Все плохое с него отошло. Здесь я вот так помешаю. Кипяток ложечкой было бы хорошо сейчас. Итак, дальше для теста еще будет нужна цедра лимона. У нас такой лимончик. Я его вымыла. И нужно на мелкой тертке. Не на такой большой, а на средней. Можно чуть-чуть еще больше. У нас просто первой нет терочки. И мы будем натирать лимон. И смотрите. Натирать нужно только кожицу. Вот это белой нельзя, потому что будет горечь. Так, натрем все и покажем. Вот смотрите, видите? Грязь какая. Все мы оставляем. Пускай настаиваются. Ну, сколько? Ну, спокойно. Тесто будет подниматься, а пускай себе стоит. Так без разницы. Итак, ребята. Вот мы уже натерли. Можно чуть-чуть больше. Если у вас есть терочка, чуть больше. Ничего страшного. Вот смотрите. Лимон должен быть. Вот. Мы весь лимон использовали. Вот натерли цедру. Цедру, да. Чтобы шкурку вы не затрагивали. Потому что если вы затронете шкурку, оно будет горькое. Здесь где-то грамм 25, да? Да, я не знаю. Ну, вот вы видите, целый лимончик. Все. Так. Давайте посмотрим. О, класс. Тесто. Что? Видите, можно еще, если вы хотите больше, чтобы оно зашло. У нас оно подошло то, как мы и хотели. Сейчас вот это все вытрашу. Тесто тепленькое. Чувствуется. Все хорошо. Видите? Пахнет. Пахнет. Дальше. Помните, я вам говорила, что надо оставить 100 грамм муки из килограммов. 900 грамм у нас все пошло на тесто. А 100 грамм сейчас вы будете видеть, что я делаю. Я беру, убрали стол и насыпаю вот так муки. Сейчас, давайте. Ты же не все высыпала. Там, ну, что там. Вот. Берем тесто, да, вот так? Тесто. Ой, муку. Все. Вот, оставили муку. И теперь берем аккуратно все тесто. И будем сейчас смешивать. Смотрите, какое классное у нас получилось тесто. И будем это все смешивать. Ребята, вот мука. Теперь смешиваем. Ребята, смотрите, тесто нас пухленькое такое вот. И вот мы сейчас его будем. Тышного. Так, дальше сейчас мы увидим. Мы сейчас это все уберем и покажем дальше, что нужно делать с тестом. А зачем ты вокруг муку сделала? Это остатки муки. Да. Вот, ребята, все, мы замешали тесто. Теперь его вот так нужно ручками растянуть. Растянуть, не бойтесь, все хорошо. Так, будем растяивать. Ну, у нас только цедра. Если мы цукаты добавляли, то можно было. Да, дальше увидимся. А так достаточно. Смотрите, вот мы растянули тесто равномерно, да? Теперь, вот мы цедру натерли. И теперь добавляем везде. Если бы у нас были цукаты, мы бы сюда добавляли еще цукаты. Да, цукаты. Если хочешь добавить цукаты, то добавляем цедру и цукаты. И теперь все, смотрите, тесто отходит. Даже не нужна никакая мука. Все это сейчас замешаем. Сейчас быстренько это все сделаем. Вот стаканчик подсолнечного масла. Я беру вот так перчаточку и растираю сейчас вот так ручки. Чуть-чуть. Нужно прям перебор. И теперь смешиваем это тесто. Хорошенько еще раз. Цедру, чтобы хорошо, чтобы она везде распределилась. Не в одном участке была. И вот так все замешиваю. Вот это чуть-чуть подсолнечного масла. Чуть-чуть. И растираем теперь эту форму. Все везде вокруг. Также руки нужно еще немножко. Ну да. Я перчаточка, поэтому мне проще. Вот так же используйте перчатки. Ну тесто, конечно, не липнет, если оно хорошее. Вы сейчас видели. Не нужна никакая мука. Да. Идите. Дальше. Итак, ребятки, вот тесто. Мы его ставим в форму. Мы здесь все помазали этим подсолнечным маслом. Мы видели, да. Теперь руки тоже должны быть подсолнечным маслом. Я больше не давляю. Вы видите. Думаю, видно, да? То и так достаточно. Дальше. Вот. Распределяем чуть-чуть тесто. Вот так посрединке. И добавляем изюм. Сто пяти садрам у нас изюма. Да. Также вы можете добавить орехи по вкусу. И теперь ручками это все смешиваем хорошенько. Вот, видите. Везде нужно распределить. Я же говорю, если вы не добавляете цукаты, можете добавить 200 грамм изюма. И орешки, в пожелании. Галка, конечно, чтобы цукаты не купили. Я люблю с цукатами, но... Цукаты мы не могли найти. Ничего страшного. Ну, у нас по классике. Итак, ребята. Когда тесто мы только что с вами замесили, мы должны это все накрыть пищевой пленкой. Но у нас ее нет. Мы немножко протупили в этом плане. Поэтому используем, что есть под рукой. Главное, чтобы это все накрыть хорошенечко. Вот так я сейчас сделаю. Ну, пищевой пленкой, я думаю, вы знаете, сделайте это. Ой. Ну, что-то не делается. И что? Я еще сверху, наверное, поставлю полотенечко какое-то, чтобы точно оно... Вот, Наста накрыла еще трапочкой сверху, потому что пакет такой... Да, пищевой пленкой мы не купили, но ничего страшного. Я думаю, все в порядке будет. Насколько отправляем в теплое место? Мы отправляем в теплое место, чтобы было тесто спокойно, чтобы никто не бил, не беспокоил это тесто на полтора часа. Все, мы отправляемся. В общем, все, ребята, достали мы тесто. Да, тесто мы достали. Какое есть, его хорошо. Сушное, хорошее. Сейчас будем его по формам ставить. Я думаю... Вот, сейчас мы сюда его вот так. Видите, сами. Все. Оно же сюда, видишь? Все, ребята, сейчас будем по формам расставлять. Включимся. Настя берет подсолнечное масло и смазывает формочки. Все. У нас их четыре. Да. Так, ребята, я добавила... Как она называется? Пергамель. Пергамель, да. Чтобы у нас паска не вышла за предел. И чтобы было ровненько. Сейчас я все сделаю красивенько. Можете тоже так сделать. Чтобы было ровненько. Ровно там оно, посмотри. Вроде ровно. Итак, ребятки, вот мы сделали форму. Это я сделала, чтобы у нас пасочки были ровненькие. Не знаю. Одну не сделали, да? Одну будем, да. Одна такая будет. Три штучки вот так. Смотрите, еще такой факт. Изюм нужно спрятать, чтобы сверху его не было. Прячем его под низ, потому что, когда будет запекаться паска, ну, когда будет подходить уже тесто, уже запечется паска, то изюм будет, как бы сказать, подниматься вверх и некрасиво. Оно будет просто... Паска испортится и формы не будет красивой. Вот, мы берем такое тесто и аккуратненько кладем в наш изюм. Ничего страшного, можно даже забрать его. И сейчас поправляем чуть-чуть пасочку красиво, надо чтобы оно разгладилось. Можно даже, не бойтесь, можно так. Так, сейчас я продолжу и включимся. Ну да. Итак, ребятки, мы тесто уже разровняли, так поставили. Сейчас мы еще отправим на час в теплую духовочку. Чуть-чуть разогрейте, чтобы тесто в тепле опять постояло. Можно даже не час, а 50 минут. Мы с Аней будем ставить на 50 минут. Тесто, ребят, ушло все. Да, тесто ушло все. И тесто должно подняться, чтобы вы увидели по форме. Когда тесто поднимется, вы увидите, тогда мы будем запускать уже в духовку и спекать наши пасочки. Давайте. Итак, ребятки, тесто у нас уже стояло в теплом месте. Я оставляла их на часик. И сейчас мы посмотрим, поднялось у нас тесто или нет. Давайте вместе со мной будем открывать и смотреть. Какая красота. Смотрите, как тесто набухло. Красиво. Ой, мне нравится очень. Да, сейчас я смотрю. Смотрите, какая красота. Хочу обратиться. Я сейчас прочитала просто комментарий. От некой там женщины написала. Я сейчас не вспомню, как ее зовут. Вы взяли не ту муку. У вас тесто не поднимется никак. Да что вы рассказываете? Вот посмотрите, как идеально. Еще выше. У меня все поднялось. Все красивенько. Сейчас будет шикарно. Сейчас поставим уже запекать. Итак, ребята, сейчас я духовочку разогреваю. Нужно поставить на 180 градусов и выпекать мы будем 30-40 минут. И постоянно мы будем проверять шпажкой, приготовились наша пасочка или нет. Давайте смотреть вместе с нами. Итак, запомните, ставим на 180 градусов разогретую духовку на 30-40 минут. Итак, ребята, сейчас мы будем делать глазурь для пасочек наших. Для этого потребуется, как я вам говорила, 2 белка. Вот мы сюда сейчас. Так. Хорошо. 6 столовых ложечек с сахаром. Так. И 1 столовая ложка лимонного сока. Лимонного сока, господи, Наста. Смотри, начинаю сбываться. Все смешиваем. Ну, рассказывай, Наста, ну. И теперь, ребятки, это все вот так миксером делаем. У меня миксера нет. Я венчиком это все буду делать. Вы увидите, до какого состояния. Так, ребята, как вы можете видеть, мы уже приготовили. Да, все-таки мука не подошла нам. Но кто же знал, я вообще тогда в спешке. Нельзя такое, конечно, в спешке делать. Муку покупать. Это вообще миниторки. Одну пасочку сели. И я думала, что с этим делать, и решила вот. Не знаю, лазурь или что. Уже везде покрыть. Короче, как-то так получилось. Сейчас это все беру, беру. Ну, да, в плане муки, конечно, протупили. Не почитали, ничего. Узнала, что она высшего качества. И не знаю, я переводила. Там было написано просто, что она для выпечек. Но, оказывается, не для таких. Нет, не нужна высокого. Наоборот, не нужна. А это было высокого типа. Хорошего, очень качественного. Было более проще. Ой, да, мы уже попробовали. Было, кстати, реально вкусно. Я советую планету дать. А мука, конечно. Мука немножко подпортила. Но одну попробовали. Сладенькая, вкусненькая, мягенькая. Знаете, не прям там влажная какая-то. Такая и не влажная, и не сухая. Самое то такое, да. Лучше, чем то, что мы покупали, кстати. Сейчас не знаю, что с этим делать. Потому что те упаковки хотя бы надо и то закрыть их. А это, я не знаю, что ли, еще попробуем. Я не знаю. Такие дела, ребята. Напишите в комментариях, кто находится в Германии. Какую вы муку используете, чтобы в дальнейшем знать и понимать. Не знаю. Может быть, справлю ситуацию. Может, буду еще готовить. Но это уже не точно. Увидим. Напишите, как вам наши паски. Это наши первые в жизни пасочки. Я не знаю. Вот так они выглядят. Но этого мне пришлось, ребята, много насыпать. Потому что они не подгорели ничего. Снизу тут и то. Ну, оно не подгорелся. Но так они мягенькие. Внутри они хорошие. Их вообще не нужно открывать. Вот как у них упаковка какая-то. Пускай стоит там к празднику готовится. А это еще мы еще одну съедим. Что такие дела, ребята? Напишите, как вам наши паски. Не судите строго сразу нас, пожалуйста. Потому что первый раз в жизни печем паски эти. И кто же знал, что мука нужна более проще сорта там и так далее. Я думаю, на первый раз сойдет. Ничего страшного.